Всем привет, с вами Алексей. 29 ноября 2021, плюс 12, теплая погода, поют птицы. В общем, наступила весна. Хочу сделать коротенькое видео из серии обучающих. Не помешает, поверьте мне. Значит, я когда советовался с технологом Сингенты, он мне говорил, что необходимо делать обработку после листопада, вернее, после сбора урожая препаратом Хорус для низких температур, а после листопада сделать вот таким препаратом, называется Медянеxtra. Но он не рекомендовал Медянеxtra, так как он рекомендовал свои препараты, да, но он именно препараты меди. Я выбрал Медянеxtra. Почему Медянеxtra? Во-первых, его доступность, он реально недорогой. Его можно приобрести как в интернете, так и в магазинах. Естественно, покупать надо только в больших магазинах, либо те, которые работают напрямую с поставщиками. Не надо покупать в мелких магазинах, потому что там в основном идет подделка. Подделка может не сработать, скорее всего, поэтому нам это не нужно. Значит, производитель Польша. Производитель Польша. Знак классности, я говорю. Так, секундочку. Классификация в ООС, третий класс, малонебеспечный. То бишь, мало небезопасный. То есть препарат, ну, относительно безопасный, скажем так. Ну, понятное дело, что все это работает в перчатках, с респиратором и так далее. Это все все прекрасно понимают. Но, тем не менее, пчелы сейчас не летают. Поэтому, кто не обработал, ребят, можете, в принципе, судя по погоде, в безветренную погоду, можете спокойно обработать. Почечку не пожжет, никакого вреда растениям не принесет. То есть препарат относительно безопасный, скажем так. Также можно провести им будет обработку и весной, но надо смотреть, чтобы ранней весной, перед основными обработками, там, Хорусом, Скором. Я говорил об этом неоднократно в видео от А до Я. Посмотрите. Вот. Но, на самом деле, есть такая возможность. Пожалуйста, обработайте, особенно те фундуки, которые вы получаете с других мест. Вот. Хуже не будет. Вот такая вот ситуация. С препаратом я доволен. Что он может заменить? Просто задаются вопросы, да, там, ну... Он может заменить препараты меди, которые раньше использовались, и которые считаются очень вредными, да. То есть медный купорос, там, и так далее. Например, Николай Винтер неоднократно в своих видео, а ему, я считаю, можно доверять, да, так как человек с достаточно большим жизненным опытом и опытом садоводства, да. То есть он не рекомендует. И я его полностью поддерживаю. Почему? Потому что этот препарат находится в жидком состоянии. Он не забивает опрыскиватель. Стоит недорого. Блин, ну зачем этот купорос вообще нужен на самом деле? Потому что, ну, люди не знают пропорции. Жгут свои растения. Если он стекает, он очень сильно отравляет почву. Поэтому я его, ребят, не рекомендую. Вот, пожалуйста, типа медиан-экстра. Нет, берите другой. Я не рекламирую. Это дело хозяйское. Показываю то, чем работаю я. И результаты меня, как бы, ну, устраивают. Скажем так. Все, не буду задерживать. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Поставьте, пожалуйста, лайк. Кому понравилось это видео. Кому очень понравилось, поделитесь с друзьями. Внизу из строчек поделиться. Кому что-то непонятно, напишите, пожалуйста, в комментариях. И всем огромный привет из Харькова. И всем пока.